МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Село Большое Болдино под Нижним Новгородом получило свою известность благодаря семейству Пушкиных. Вплоть до начала XX века это имение принадлежало роду великого российского поэта. Сейчас же это Литературно-мемориальный и природный музей-заповедник. Ежегодно здесь проводятся пушкинские, болдинские чтения, культурные мероприятия, а также именно сюда приезжают лауреаты конкурса «Всемирный Пушкин». Международный молодежный конкурс «Всемирный Пушкин» — это совместный проект Фонда «Русский мир» и Музей заповедников Болдина. Конкурс приглашает к участию молодых поэтов и прозаиков. Они делятся своим восприятием мира в номинациях «Проза», «Поэзия» и «Эссе». Конкурс проводится уже в четвертый раз. Особая тема этого года — 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Еще одним нововведением для участников стали две номинации — литературная критика и публицистика по творчеству Пушкина и художественный перевод. В проекте участвуют российские и зарубежные школьники, студенты и аспиранты университетов, а также все любители и почитатели творчества Александра Сергеевича Пушкина возрастом до 35 лет. За четыре года существования конкурса в участии приняли более полутора тысяч авторов из 40 государств. В этот раз конкурс собрал более 300 участников из 15 государств и 60 регионов нашей страны. Торжественная церемония награждения победителей традиционно проводится в центральной усадьбе Пушкина. Именно сюда приехали финалисты конкурса, эксперты и члены жюри. Четыре года назад, когда в Болдине завершился первый международный творческий конкурс «Семирный Пушкин», все и участники, и победители, и члены жюри, и многочисленные зрители были единодушны в желании, чтобы конкурс стал традиционным, и чтобы встречи на болдинской земле продолжались вновь и вновь. И это общее желание материализовалось. И сегодня завершается в Болдине четвертый уже по счету международный творческий конкурс «Всемирный Пушкин». Желание наше общее было настолько велико, что в этом году в условиях многочисленных ограничений, связанных с пандемией, конкурс все-таки в Болдине состоялся. Он, как и прежде, был организован на очень интересном творческом общении жюри экспертов с молодыми авторами не только России, но и дальнего и ближнего зарубежья. Некоторые участники уже не в первый раз встречают «Золотую осень» в Болдине. Например, Зарина Бекмулина преданно участвует в конкурсе уже четыре года. Как признается сама девушка, литература помогает ей отличиться от рутины и полностью отдаться творческому полету. Меня зовут Бекмулина Зарина, я из Казани и принимала участие в номинации «Поэзия» уже в четвертый раз. Я учусь в Москве на эколога и, наверное, могу сказать, что литература — это в большей степени мое хобби, но одно без другого не обойдется. Но на самом деле, когда у тебя очень много математики, очень много химии, тебе иногда надо переключать свою деятельность, И вот эта литература, она становится отдушиной. Из каких-то жестких формул, из каких-то кислот ты переходишь в рифмы, в метафоры и в образы. Наверное, это самое важное. В этот раз Зарина получила высшую награду в номинации «Поэзия». В прошлые годы девушка также отправляла на конкурс именно стихотворение, но безоговорочную победу ей удалось одержать впервые. Как говорит сама Зарина, к этому она шла постепенно, но первое место далеко не главное. Главное — вновь побывать здесь, в Болдина. В этот раз девушка отправила на конкурс цикл стихотворений, часть из которых посвящена событиям Великой Отечественной войны. Я, не упавшая по сигналу сирен, я, не шагавшая по чужим блиндажам до тех дней, пока выдыхала весну сирень, я, не залечившая шрамы на старой пашне, я, не отпустившая, хоть и больнее вдвойне, я, не ощутившая, что поистине страшно, не имею права писать стихи о войне. Но я одна из последних даривших гвоздики, благодаривших стандартно за небо, забыт, слышавших голос старый, уставший, тихий, не имею. Слышите? Право о ней забыть. Оказалось, что среди победителей конкурса довольно много тех, кто на первый взгляд по своей профессиональной деятельности с творчеством и литературой совсем не связан. Например, Дмитрий Росгвардеец приехал из Томска. Свой рассказ он также посвятил военным событиям. За основу взял героический подвиг Александра Матросова и поделился своими мыслями о том, что такое настоящий патриотизм. За свою работу Дмитрий Федоров получил диплом третьей степени в номинации «Проза». Останавливаться на достигнутом не планирует. Ну, на самом деле, я решил поучаствовать в литературном конкурсе и, в общем-то, открыл просто сайт. И так получилось, что первый конкурс, который я увидел, это как раз-таки «Всемирный Пушкин». Как раз получился, ну, скажем, анонс этого конкурса, и в это время я на него попал. Ну и вот, собственно, специально для него я и написал рассказ. Учитывая то, что этот конкурс для меня первый, я, честно говоря, получил такое большое подспорье. Ну, в общем, поверил, можно сказать, в свои силы, и я уверен, что буду продолжать писать и посвящать этому больше времени теперь. За годы существования конкурса «Всемирный Пушкин» удалось выявить множество юных талантов не только в России, но и за рубежом. Многие участники смогли существенно поднять свой творческий уровень и развить таланты в литературном направлении. Для того, чтобы поддержать молодых авторов, в следующем году будет издан сборник лучших произведений, которые участвовали в конкурсе. Всех финалистов четвертого сезона «Всемирного Пушкина» ждала приятная трехдневная программа. Вместе с организаторами они посетили экскурсию по музею-заповеднику и узнали об истории этого края. По традиции, гости пушкинской усадьбы приняли участие в так называемом «Болдинском чайпитии». Атмосфера Большого Болдина будто бы переносит в далекое прошлое. Постройки пушкинских времен, заповедная усадьба. Кажется, ничего и не изменилось за эти столетия. А в воздухе так и витает особый дух творчества. Здесь регулярно проводятся пышные культурные и общественные мероприятия, костюмированные шествия и гуляния в стиле пушкинских времен, увлекательные концерты и аттракционы для всех желающих. Конечно, символично в этом году проведение конкурса, потому что Александр Сергеевич Пушкин в 1830 году оказался также в условиях пандемии. И здесь, несмотря на те условия, которые были, им было создано больше 50 лучших произведений. Поэтому действительно это территория такого особого творческого вдохновения. Поэтому, наверное, не случайно все-таки русский мир выбрал площадку для проведения конкурса именно Болдина. Это действительно феномен Болдинской осени. Пока не объясним, что здесь произошло в тот момент, когда Александр Сергеевич наполнялся какой-то необыкновенной энергией и создал лучшие свои произведения, причем удивительно то, что самых разных жанров. Поэтому для популяризации русской культуры, для популяризации литературы и вообще культуры мирового наследия это место, оно особое. И для русского мира очень важно, что именно в этой точке создается притяжение, потому что поэты, которые приезжают, они здесь особую ауру чувствуют. И здесь иногда происходит раскрытие творческого потенциала. Именно здесь иногда земля рождает удивительное произведение уже молодых авторов. Поэтому надеемся, что эта площадка будет не только в этом году, а и на будущее. Этот фестиваль все-таки будет постоянным, потому что сохранение нашего русского мира, русской литературы, русского искусства, это очень важно. Это важно, чтобы сохранялось на постоянной основе. Поэтому будем очень признательны, если русский мир продолжит эту традицию. Тем более в 2024 году мы будем праздновать 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому надеемся, что русский мир здесь будет присутствовать и не только поэзией, но, может быть, даже и музыкой. Поэтому мы готовы к сотрудничеству, благодарим всех за организацию этого конкурса и, конечно, ждем вас в нашем сокровенном, заповедном Большом Болдине. Действительно, и сам Александр Сергеевич часто любил сюда приезжать. Русские просторы и удаленность от мирской суеты привлекали писателя. Именно здесь заразился один из самых плодотворных периодов в его творчестве. В сентябре 1830 года Пушкин приехал в Болдина, чтобы вступить во владение близлежащей деревней. Поэт рассчитывал быстро управиться с делами, но в Россию пришла холера. В стране объявили карантин, и Пушкин остался в родовом имении на долгие три месяца. Сначала поэт воспринял столь внезапное затворничество негативно. В дорогу Пушкин делал с собой лишь три книги. Второй том «Истории русского народа», «Илиаду» в переводе Гнедича и «Сочинение английских поэтов». Поначалу он даже не знал, чем можно будет здесь себя занять. Но скука и тревожность довольно быстро покинули поэта. «Золотая болдинская осень» открыла невероятное вдохновение. За несколько месяцев Пушкин написал в Болдина повести Белкина, «Маленькие трагедии», цикл стихотворений, а также закончил свою работу над поэмой Евгений Онегин. В одном из писем к своему товарищу поэт признался. «Скажу тебе, что я в Болдине писал, как давно уже не писал». С тех пор Пушкин был в родовом имении еще два раза – в 1833 и 1834 годах, и каждый раз именно осенью. Полина Прокопенко, Андрей Челышев. Специально для телерадиокомпании «Русский мир». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok